Время новостей на Первом Карагандинском. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте. Ближайшие 20 минут мы вам расскажем. Железный кусок желудки осужденного, который отбывает наказание в Карагане, врачи обнаружили гвоздь. Старость не в радость. Правительство Казахстана одобрило законопроект об увеличении пенсионного возраста для женщин. Профориентация по-карагандински. В городе работает традиционная выставка Абитуриент-2012. Железный кусок желудки осужденного, который отбывает наказание в Карагане, врачи обнаружили гвоздь. Жена заключенного бьет тревогу. С тех пор, как супруг попал в больницу, он не выходит на связь. В то время как в колонии о состоянии заключенного умалчивают. Мирамгуль Салакимбаева с подробностями. 30-летний Махмуджан Надыров осужден за убийство еще в 2003 году. В исправительное учреждение АК-159-5 его этапировали месяц назад. Впервые за 10 лет заключения он вдруг заболел, отмечает супруга Аида Сатабалдинова. 19 марта она направилась в колонию справиться с состоянием мужа. Сотрудники учреждения женщину заверили, что с ним все в порядке. Вот только справку, подтверждающую, что муж жив и здоров, никто не предоставил. В то время как сам заключенный на связь не выходил. После того, как я вышла, я запросила еще раз справку. Мне врач не предоставлял эту справку. То есть она даже категорично отказалась выходить сюда ко мне лично на прием. Я ее даже в глаза не видела. На руках женщины есть аудиозапись разговора с медперсоналом. Врачи подтверждают, что в желудке заключенного они обнаружили гвоздь. Как попало в организм мужчины инородное тело, неизвестно. Законная супруга за помощью обратилась в прокуратуру. Представители надзорного органа сказали, что ответ придет в течение месяца. С инородным предметом должен человек находиться больше месяца. То есть я ему задала такой вопрос. Он говорит, ну у нас есть другие дела, помимо ваших осужденных. Я сказала, что 31 августа 2002 года в этом учреждении находился беспредел, которых практически убивали осужденных. И он сказал, что у меня нет никаких фактов. Это заявление, которое вы мне сейчас хотите предоставить, это всего лишь с ваших слов. Тогда я сказала, хорошо, я вам предоставлю другие факты, у меня есть аудиозапись. Только тогда он соизволил позвонить хотя бы в учреждение. Аида Сатабалдинова убеждена, что это не случайность. По ее мнению, Махмуджан Надыров, не выдержав издевательств, пошел на крайние меры. Таким образом, осужденный выразил протест беспределу со стороны сотрудников учреждения. Несчастная женщина просит неравнодушных помочь и не допустить того, чтобы дело замяли. Наш, тем более Казахстан, подписал закон с ООН, что впыток никаких не будет проводить в учреждениях. То есть убивать не будут. Миром Гульсал Кимбаева, Тулегин Рашид, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области при переправе через реку утонул автомобиль с пассажиркой. Трагедия произошла в местечке Шуарашетского района на реке Шурубай-Нура. Вечером 2 апреля при переправе через Брод застряла автомашина «Форд». В результате ЧП утонула 36-летняя женщина. Госпитализированы пенсионерка и двое детей 6 и 2 лет. Силами водно-спасательной службы ДЧС Карагандинской области автомашина с телом погибшей извлечена из воды. Прервемся на рекламу. Оставайтесь с нами. Молочная фабрика «Натяже» представляет Новый продукт – ацидофилин. Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натяже» с заботой о вашем здоровье. Сестринское дело по-израильски. Впервые в Караганде прошел обучающий семинар для карагандинских медсестер. В клинику имени Макожанова приехали магистры медицины, получившие образование в Америке и Израиле. Для коллег из шахтерской столицы гости из-за рубежа преподавали так называемый менеджмент ведения больных, который входит в международный стандарт сестринского дела. Как за два дня стать медсестрой международного уровня, узнавали наши корреспонденты. После того, как я забинтовала, нигде не жмет вам? Нигде не жмет. Все отлично. Все спокойно, да? Спокойно. Сестринское дело не просто профессия, а целая наука, говорят израильские специалисты. Современная медсестра должна уметь не только оказать помощь, но и выслушать и поговорить с пациентом. В течение двух дней израильские магистры медицины раскрывали секреты методик, которые становятся помощниками в деле выздоровления. Ведь успех врачей, по мнению израильтянок, во многом зависит от работы сестринской службы. Если медсестры будут неквалифицированы и недостаточно будут иметь знания, так самая престижная операция не будет иметь то влияние, когда есть медсестра с высоким знанием и навыками международного, потребованием международного стандарта. Что касается самой структуры тренинга, здесь подняли главные темы, с которыми нужно научиться работать. Как ухаживать за больным, контактировать с родными пациента. В теории, а главное на практике, показали карагандинским медсестрам зарубежные коллеги. Особое внимание уделили психологии медсестры. Сестра находится вторым звеном в цепи. Вначале стоит больной, сестра и врач. То есть она оказывается связующим звеном, и от ее профессионализма, и от ее вообще действительно такой коммуникации зависит очень легко. Мы продолжаем выпуск. Старость не в радость. Правительство Казахстана одобрило законопроект об увеличении пенсионного возраста для женщин. Накануне документ отправили мажорист парламента на рассмотрение депутата. Теперь они решают, в каком возрасте казахстанки будут выходить на пенсию – в 58 лет или, согласно законопроекту, в 63 года. Повышение пенсионного возраста для женщин – мера, необходимая самим представительницам прекрасной половины человечества, так утверждают в правительстве. Все потому, что слабый ползав в свою трудовую жизнь не успевает накопить достаточно денег на старость. Наверстать недостающие позволят дополнительные 5 лет. Предполагается, что повышение пенсионного возраста женщин будет осуществляться по полгода в год в течение 10 лет. Стартовать программу должна уже в 2014 году. Между тем, карагандинцы высказали свое мнение касательно нововведения. Многие из них были категоричны в своих ответах. В нашей экологии это вообще недопустимо даже. Это какое-то издевательство над всем будущим поколением. Нельзя этого делать. Нельзя. Категорично. Мне кажется, что это непродуманная политика правительства. Я думаю, что парламент не поддержит. Женщина должна уходить на пенсию в 50 лет. Я считаю неправильно. Женщина, она детей в школу поражает, и кушает, и варит, и стирает, и убирает. Я бы наоборот хотел, чтобы женщины наоборот возраст еще сократили, до 55 хотя бы. Отрицательно, очень отрицательно. Категорически против. Чтобы поднимали. Ну, не будет рабочих мест для молодежи. Полное безобразие. Это глупо. На женские печи и так все ложится. Все ухаживают. И дети, и внуки на ней сидят. А еще пенсионный плоск поднимают. Кто будет работать? К другим новостям. Профориентация по карагандински. В городе работает традиционная выставка «Абитуриент-2013». Более 30 учебных заведений Караганды, Алматы и Астаны презентовали сотни специальностей для выпускников. Уже более десятка поколений карагандинских выпускников прошли через выставку «Абитуриент» в попытке устроить свое профессиональное будущее. Несколько десятков стендов учебных заведений готовы рассказать всем желающим о своей деятельности и помочь определиться с будущей профессией. Пока еще школьник Николай Макренко сегодня также в поиске вуза и специальности по душе. В основном я бы хотел выбрать медицину. Именно хотел бы стоматолога, дипнира или ортодонта. А так я познакомлюсь с многими, например, как менеджмент, туризм, всякие другие экономические и гуманитарные специальности. У меня в основном родители медики все, и бабушка, и дедушка, родители. Но я бы хотел тоже продолжить брод врачей. Карагандинские выпускники выбирают технические специальности, рассказывает первый проректор КарГТО Аристотель Исогулов. По его словам, особенно востребованы горное дело, металлургия и машиностроение, ведь именно сюда выделяется большое количество образовательных грантов. Я нашим выпускникам советую поступать на эти специальности, но вместе с тем есть другие специальности, где грантов выделяется 280, 250 и так далее. На ближайшие три дня выставка станет центром образовательной жизни Карагандинской области. Для организаторов мероприятия это особая ответственность, ведь ежегодно в поисках себя сюда приходят тысячи молодых людей. Данная выставка прежде всего помогает выпускникам наших школ определиться, помочь определиться при выборе профессии и местом будущего обучения. Ирина Камышова, Ужас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Куда пойти жить? Накануне местные власти разъясняли выпускникам детских домов, что делать и куда идти после окончания образовательного учреждения. Теперь у сирот появилась возможность решить жилищные проблемы и вопросы трудоустройства. Более подробно расскажет Нурила Туржан. Сегодня в республике насчитывается более 40 тысяч сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Большая часть из них после приюта не знает, что делать дальше. Одни попадают в криминальную среду, другие едва сводят концы с концами. Отправной точкой во взрослую самостоятельную жизнь сегодня являются государственные программы «Доступное жилье» и «Занятость-2020». На сегодняшний день государственно созданы все условия для выходцев, воспитанников, бывших воспитанников детских домов. В плане в чем? В плане того, что после выпуска детского дома дети практически сразу идут в дома юношества, где от 16 до 23 лет продолжают свою учебу, заканчивают, получают профессиональное образование. Еще несколько лет назад дети-сироты после детского дома не знали, куда податься. А сегодня для них созданы благоустроенные так называемые общежития – это дома юношества и молодежи. В первом из них могут проживать выпускники детских домов в возрасте от 16 до 23 лет. А после они могут направиться в дом молодежи, который открылся совсем недавно. Оксана Капринская, выпускница пионерского детского дома, признается, что еще будучи воспитанницей приюта была беспокойна вопросами трудоустройства и жилья. Сегодня девушка сумела найти выход из трудного положения. В этом ей помогло государство. Снимать квартиру – это очень накладно, постоянно нервотрепка. А здесь вот в этом году, с мая месяца, то есть в 2012 году, с мая месяца, открылся дом молодежи, где я считаю, что для нас это очень доступно, реально, что мы здесь оплачиваем только за комуслуги. Это совсем недорого. И на данный момент мы не знаем проблем с жильем. Ранее подобный приют был только в Алмате. Сегодня туда принимают подопечных детских и юношеских домов. Здесь они могут проживать до 29 лет, пока не обзаведутся собственной квартирой. Здесь созданы все условия – комфортабельные комнаты, развлекательные залы, прачечные и тренажерные залы. Нурилат Уржан, Улжас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Весна, зиму кормят. Готовы ли труженики села к весенним полевым работам? Об этом наш корреспондент узнавал в департаменте сельского хозяйства Карагандинской области. В прошлом году, несмотря на перепады погоды и неутешительные прогнозы, область не осталась без запасов зерна и мяса. Что планируют сельчане в текущем году? Пришла пора весенних полевых работ. В текущем году в рамках департамента отрасли СИМОЗ у нас запланирована площадь поселения зерновых культур в районе 675 тысяч гектаров. Это больше 20 тысяч гектаров, чем было в прошлом году. В этом году приоритет ТДС основной зернофорожной культурой, которая еще не ловится для поддержки этого животного отстока. Если в прошлом году было 105 гектар, тысяч гектар, бычьме и в этом году она доведет площадь до 130 тысяч гектаров и апсода 10 тысяч гектаров. Для этих целей уже разработана программа субсидирования под эти площади. Если в прошлом году на один гектар ячменя выделялось 500 тенге, то в нынешнем эта сумма выросла в 4 раза. На гектар посевой площади ячменя выделяется 2000 тенге. Увеличена субсидия и на посев многолетних трав. В прошлом году она составляла 1500 тенге на гектар, сегодня выросло до 4,5 тысяч. Серьезная поддержка идет от государства. Выше стали субсидироваться масляничные и зернобобовые культуры. В текущем году только проткорпорацией выделяется 546 миллионов тенге. По 300 миллионов тенге получат сельчане от Фонда финансовой поддержки и Аграрно-кредитной корпорации. Эти средства пойдут на проведение весенних и уборочных работ. Решены вопросы и с горюче-смазочными веществами. В этом текущем году на проведение весенних полевых работ выделяется 17 тысяч тонн дизельного топлива, льготного. Это уже 90 тенге, операторы уже определены. Хорошо подготовились и два наших хозяйства по производству элитных семян. С текущего года они стали работать и над семенами масляничных культур. Животные производят, реализуют нашим хозяйством около 2000 тонн элитных семян. И пшеницы, и ячменя, и картофеля тоже. И многолетних трав. Текущий год для этой цели у нас по республиканскому бюджету выделяется 57 миллионов 600 тысяч тенге для субсидирования стоимости элитных семян. Местный бюджет также выделил 236 миллионов тенге на приобретение элитных семян, в первую очередь пшеницы и ячменя. Выделены деньги и на минеральные удобрения с гербицидами, и на борьбу с саранчой. Сергей Высокозов, Евгений Афаназьев, Первый, Карагандинский. С новостями спорта вас познакомит Берик Копаров. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Алюгал. Бойцовский клуб «Алем Файтерс», базирующийся в Алмате, открывает в шахтерской столице свой филиал. Карагандинские бойцы Нуржан Шахин и Медед Абжанов готовятся отправиться в Китай, где пройдет престижный международный турнир по рукопашному бою. На вопросы журналистов по поводу нового бойцовского клуба отвечал вице-президент Федерации рукопашного боя Карагандинской области Нурлан Калтаев. Мы в марте месяце ездили в Алмату, где встречались с трехкратным чемпионом мира по АМ-1 Ардах Назаров, с которым давно знакомы. И пришли к согласию, что именно первый город Казахстан после Алматы, где будет открываться филиал клуба «Алем Файтерс». Шайку ворда команды Альяна Акбарская запросил номер восьмой «Вили». Цыбин, цыбин, цыбин. Дружно скандировали болельщики на стадионе, ведь именно восьмерка «Сарарки» открывала и закрывала своими шайбами вечерний концерт черно-желтых беркутов 4-1. Начиная с первого вбрасывания в центре поля и до финальной сирены, карагандинские болельщики видели в своих любимцах то, что хочет видеть любой фанат – огонь в глазах и желание играть. Первые два периода «Сарарка» неумолимо гнула свою линию и выиграла обе 20 минутки с одинаковым счетом 1-0. Цыбин и Касауров постарались, а Ряда явно играла уже на морально-волевых. Физически им было очень сложно конкурировать с нашими хоккеистами. В последнем периоде Яценко сделал счет 3-0. Гости сократили отставание усилиями Ногина, а на 56-й минуте Цыбин вновь напомнил о себе и установил окончательные цифры на табло. Сегодня я на раскалочке уже видел, что все заряжены, что сегодня получится неплохая игра. Мы с первых минут начали игру агрессивно, потому что понимали, что сопернику на вторую игру еще сложнее будет играть здесь на выезде. Ну, я думаю, что итог двух игр закономерен. На этом у меня все. Напоминаю, телефон новостной службы 1-го Карагандинского 420649. Звоните, делитесь интересной информацией. Посещайте наш сайт в интернете, адрес на экране. Смотрите нас завтра в это же время. Всего доброго. Аман Сауболмсдар. Субтитры создавал DimaTorzok